приветствую вас друзья сегодня хочу представить вам небольшой обзор двух радиоприемников первый из них фирма texan модель b660 и 2 фирма degen модель de 1103 давайте поподробнее рассмотрим посмотрим плюсы недостатки и мы сделаем свои выводы итак давайте рассмотрим приемники подробнее в руках и держу приемник фирма degen модель de 1103 ну как вы можете знаете приемник достаточно популярный в радиолюбительской скажем так среде вот его преимущество то что он может принимать достаточно широкий диапазон радиоволн вот как мы видим на задней крышке указано что диапазоне от 100 до 30 мегагерц он позволяет принимать радиостанции также он принимать радиостанции fm диапазон то есть у кого с частотами от 76 до 108 мегагерц питается приемник от внешнего блока питания 6 вольт 300 миллиампер либо от 4 батарейки по размера 2 а то есть пальчику батареи давайте посмотрим его органы управления ручка настройки соответственно настройки на частоту данная ручка несколько функций выполняет то есть смотрите если мы например включаем клавишу волк то есть управление звуком и эта ручка позволяет регулировать громкость то есть больше меньше дальше у нас идет переключатель сейчас если вы увидите тоже несколько функций выполняет одна из них функция это тембр то есть грубо говоря бас и высокие частоты из звука выделяет то есть здесь переключается news и music также другая функция это управление чисто чистотой то есть широкая и узкая модуляция дальше идет ручка подстройки частоты то есть fine больше меньше включение подсветки подсветка может гореть постоянно либо ее можно просто выключить положение вниз линейный выход то есть можно записывать сигналы которые вы получаете из динамика на другие устройства например на компьютер на магнитофон и так далее цифровая шкала от 1 до 0 то есть полностью можно вбивать частоты если мы знаем какой-либо диапазон то есть не искать ручка настройки сразу убивать и соответственно эта частота будет воспроизводиться дальше здесь идет у нас клавиша включения кнопочка reset если вдруг приемник у нас начал скажем так по странному себя вести то мы его можем сбросить так как это цифровое устройство поэтому он может зависать дальше клавиша hold то есть нажатием ее мы запрещаем нажатие других клавиш то есть другие клавиши не будут реагировать то есть как бы ключ таймер тайм то есть выставлять время и так далее ссб это однополосная модуляция то есть любой скажем так нормальный приемник радио любительский должен иметь данную кнопочку данную функцию и band минус плюс то есть переключение по диапазону вверху у нас кнопочки как я сказал уже звука громкости и кнопочки записи в память память данном приемнике может записано 268 ячеек дальше другая сторона у нас это разъем под антенну внешнюю переключатель сигналы радиостанции данных и соответственно ближайших радиостанций и выход на наушники встроена антенна соответственно внешне такой телескоп есть внешне плюс еще внешне можно подключить скажем выносную антенну вот такой небольшой приемник с подставочкой так он стоит очень удобный цифровая у него шкала но имитация под аналогу вот вы видите да то есть как раньше было приемниках нас аналоговая шкала давайте его запустим включим включаем его прошел радиостанцию принимать вот мы его настраиваем и так далее вы видите что появилась сразу такая шкала она опять же таки имитирует аналоговую шкалу то есть видите да как только выключаем она пропадает на пола включили по поводу громкость сейчас покажут нажимаем эту кнопочку раз нажали и теперь этим же регулятором зарегулируем громкость остановили прошло некоторое время и теперь уже изменяем частоту я сейчас не буду проводить скажем такие эксперименты по приему короткого волнового диапазона потому что во первых нахожусь в помещении честно говоря здесь но очень большие помехи будет раз плюс экранизация от стен и так далее вот поэтому здесь к в диапазон что-то такой поймать но вряд ли не получится поэтому я вам скажу что он ловит к в хорошо неплохо довольно таки но опять же лучше конечно то на улице там где скажем меньше индустриальных помех ну и всего прочего скажем радио мусора вот ну это что касается дегена де 1103 в интернете много написано про него можете прочитать а также написано что его можно раскрыть другой диапазон то есть каким-то манипуляциями честно говоря не проводил эти манипуляции там как-то зажимать клавиши можно и соответственно расширяем диапазон вот ну в принципе все что по дегену давайте но потом это минусы расскажу плюсы свое мнение возьмем другой приемник это texan vl 660 вот он такой сейчас опять же посмотрим ну ручка настройки ручка под стройки как в нашем предыдущем дегене было файл плюс минус больше меньше звук звук отдельно вынесена кнопочка включение питания два таймера потом время выставляется здесь вот частоты такая вот здесь клавиатура потом переключение диапазонов соответственно здесь у нас шаг настройки то есть мы можем нажать кнопочку эту и у нас включается либо подсветка либо шаг то есть шаг или быстро настройка или же медленно настройка но это потом покажу увидите кнопочка скан на айфом диапазоне здесь же смотрите air band присутствует то есть это авиадиапазон позволяет принимать радиопереговоры пилотов и диспетчеров воздушно судов честно говоря тоже не получалось никогда принимать потому что в отдалении живу от аэропорта специально ехать но он такого не представлялось еще случаем чтобы это все прослушать ssb синхронизация это синхронный детектор встроенной не помню на кого волна кажется наука вы он работает fm стерео там ну и так далее переключалки разные так здесь у нас указаны какие диапазоны тоже принимают здесь же в этом приемнике 2000 уже ячей памяти им потом мы видим двойные конверсии там разные то есть ssb детектор как я и говорил air band то есть его такие функции выведены с другой стороны у нас под внешнюю антенну разъемчик раз дальше сейчас я конечно повыше подниму будет лучше видно так антенна это же переключение радиостанция то есть радиостанция дальняя либо местная локальная радиостанция то есть тоже переключаем бас и высокие частоты это у нас такой струн эквалайзер выход под наушники и вход под блок питания 6 вольт тоже питается 4 батарейки посмотрите его диапазоны частот принимаемые air band длинные средние короткие ультракороткие волны кстати здесь вниз нижнюю полосу и скажем так нижнюю частоту и высшую частоту в fm диапазоне можно выставлять вот можно от 87 можно от 76 то есть это выставляется тоже вот 4 батареечки пальчиковых ну и так далее опять же телескоп внешне подсветка нас такого винтарным цветом давайте включу покажу что так это на смотрите сейчас у нас из памяти все это это мы пошли же вручную настраивать по поводу так скажем шага да вот видите если мы крутим ручку настройки медленно у нас здесь появляется слово то есть медленно более очистительное если мы быстро крутим ну в принципе из скалы что хочу сказать здесь у нас отображается время отображается режим спящий режим то есть через 120 минут максимально приемник выключится а дальше уровень заряда аккумулятора уровень приема сигнала то есть частота настроена соответственно все пять уровней диапазон принимаемых волн так если на кого допустим переключением и то есть короткие волны мы видим здесь широкая полоса нужно делать сейчас узкая да узкая сейчас я говорю опять же смысл ловить что-то здесь помещение нет никакого желательно конечно внешний антенн тогда этот приемник себя раскроет напомню вот принципе все так скажем бегло пробежались ну давайте плюсы и минусы двух этих приемников от себя что хочу сказать во-первых по эргономике да и вообще в принципе удобнее держать все таки этот приемник у него корпус то скажем побогаче ну может быть поудобнее меню всех этих настроек ну и так далее то есть расположение кнопок чем например деген он все-таки такой как-то бюджетный корпус ну вот неудобно нет клавиатура честно говоря неудобно клавиши то есть нажимать то есть клавиши когда мы нажимаем уже вводим частоту часто отображается здесь как ну где-то время вот ну чуть-чуть не продуманным неудобно что здесь клавиша выполняет и настройку и регулировку громкости то есть нужно постоянно нажимать что-то такое делать мне все таки удобнее как по старинке отдельная клавиша громкости отдельно клавиши настройки вот ну в принципе ну когда опять же по корпусу побогаче и поудобнее держать и вообще кто-то не больше нравится таксан но опять же говоря что некоторые пишут что в дегене ну то есть лучше именно чувствительность самого приемника хотя принципе они по схеме одинаково там построены то есть ну плане того что там двойное двойное преобразование частоты там в принципе схематика одинаково но раскрыть диапазон другие например на дегене я читал видел в ю тубе как-то делают люди здесь же такого как бы на функции не видел чтобы там что-то нажать какие-то клавиши манипуляцию то есть провести и какой-нибудь другой диапазон открывается вот здесь все таки вот именно по r диапазона ни разу не его не ловил не слышал ну как говорят тоже то есть работает многие радиолюбители принимают этот диапазон слушать переговоры записывать там делятся с другими радиолюбителями но и тогда игра что-то интересно честно говоря сам это не проводил вот ну и как бы вот такие вот такие вот хочу выводы сделать то есть мне больше нравится таксан по цене они в принципе ну так сам чуть дороже был я сейчас не понял к точно точно цена была или того и другого но мне все-таки больше нравится даже по звуку по звуку он звучит получше может быть здесь динамик больше может быть просто здесь удачное расположение корпуса так вот и так далее вот принципе все спасибо за внимание если вам видео понравилось ставьте лайк комментируйте подписывайтесь на канал мой будет всегда новое видео интереснее предыдущего но все всего хорошего всем пока